Вот в этом месте неольно вспоминается старый советский мультик про мышонка Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой прекрасный я и песенка моя Вот сегодня мы будем делать посадку на пеньки Реально все выглядит как в анекдоте про Брежнева Когда он вызывает себе своих там министров по очереди, ну и спрашивает Что вы думаете о моей книге «Большая земля»? Вы читали ее? Да, читал И что? Прекрасная книга, такое прекрасное изложение вызывает второго Как вам мое произведение «Большая земля»? Отличное произведение, я прочитал все от начала до конца, читал даже два раза Второго, третьего, все говорят одно и то же И тут Брежнев сидит сам себе в одиночестве и думает Интересно, надо бы и самому, наверное, прочитать Вот тоже, точно та же ситуация Я занимаюсь промышленным выращиванием мицелий и в основном выращиваю мицелий на блоках Но те фотографии, которые приходят мне на Viber, которые присылают пользователей И обратная связь, когда люди заказывают мицелий, говорят Мы в прошлом году посадили, получили отличный результат, хотим вот это все дело расширить И умножить и так дальше И вот получается та же ситуация, когда это все меня смотивировало На то, что, вот как видите, здесь заготовлено прекрасное количество пеньков Здесь мы будем сейчас делать посадку разных штаммов Покажем, как это все делается И вот такой будет мастер-класс от Fanny Mashem School От Макса Сайлера И покажу, как вам все это делается И хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот этот метод, который я когда-то снял Множество есть вариаций на эту тему Но это было одно из первых видео, которое было снято вообще на тему посадка грибов Лень, большой двигатель прогресса Благодаря тому, что человек лентяй У нас есть самолеты, есть автомобили, самокаты, скутеры и все остальное Та же самая ситуация была и с посадкой вешенки на пне Разные вот эти варианты, которые малосостоятельны Там засверливание дырок и все остальное Это много движений Мы покажем самый простой способ, который проверим уже на протяжении многих лет Многими грибоводами и который дает прекрасный результат Сейчас мы будем это все делать И сейчас вы все увидите, как это все происходит Еще раз заново И вот видите, у нас заготовлено вот такое количество прекрасных пеньков Привезли нам свежайшие Хочется сделать буквально 4 дня назад Хочется ответить на все сложные вопросы, которые снова и снова задают пользователи И что когда готовить, как это все дело замачивать, как это все готовить Значит, что я вам скажу Вот даже прикасаясь к этому стволу, видно, что он влажный Ну, свежесрезанный Да, нужно сказать, что сегодня 6 марта Мы фактически уже опоздали где-то недели на две Но привезли вот пеньки Значит, мы срезали эти пеньки В субботу вроде Да, буквально там несколько дней назад А сегодня понедельник Значит, тут сам собой напрашивается анекдот Который я должен вам сейчас вот рассказать И вот расскажу Мы будем садить вешенку Вы будете садить белые грибы, труфеля там и все остальное на пеньки Сейчас столько развелось вот этих разводил, которые разводят на мицелии и на всем остальном Меня подняли в воскресенье, где-то пол девятого утра Когда я хотел отдохнуть, но меня подняли с вопросом Относительно мицелия белых грибов Которые люди собираются посадить на пеньки Ну, я им сразу сказал, что я не занимаюсь мицелиями белых грибов А про пеньки вообще даже речь не идет Значит, про микоризные мицелии Значит, мы будем садить вешенку Что он там рассказывал, я не знаю А относительно рассказов про посадку белых грибов на пеньки и всего остального Я вам расскажу просто один анекдот Значит, пришел к доктору дедушка и говорит Доктор, мне всего-навсего 72 года И я в сексе вообще уже ничего не могу А мой сосед вот рассказывает, что ему 86 и у него секс каждый день Доктор говорит, а какая проблема? Так берите и вы рассказываете Так вот, часто я слышу вот эти вопросы А вот я видел в интернете, а вот человек рассказывал А вы мой сосед и так дальше Вот на эту тему я им рассказываю анекдот Берите и вы рассказываете Какая проблема? Но помните, что микоризные грибы, они растут на живых деревьях А вот вешенка и некоторое количество грибов, которые растут Которые являются сапротрофами Которые являются сапротрофами Они живут на умирающей древесине И здесь я хотел бы снять один такой вот открытый вопрос Относительно сапротрофов Значит, на протяжении уже многих лет Мы выращиваем вешенку в теплицах Значит, работают вентиляции и все остальное Никогда я не встречал, чтобы грибы росли на живых деревьях Едем на посадку пеньков Ленин говорит Дзержинскому Как там его? Дзержинского Дзержинский, а вы выписываете газету? Правда А говорит, нет А зря Очень мягкая бумажка Вот Для чего газета Плавда Ну, мы в данном случае используем газету не Плавда А газета Какая это газета? Экспресс Вот, экспресс Экспресс-посадка Экспресс-газета Так, сейчас пока подготовили два места Ну, мы сейчас экспресс сразу и снимаем Вот так, газета Что творится? Что творится? Так, смотрим Вот это да Нанотехнология Все, хватит Не, не хватит Ну, сантиметра Пусто Не хватит Раз На всю площадь Из этого Пенечка Мало Мало? Тебе мало? Маловато будет Маловато Вот Вот Застеняем Просто вареное земное Да? Вот это все Поверхность Наоборот, чтобы не было пусто Вот Сантиметр Все хорошо Так, теперь Так Куда ты грубишь? Очередная посадка Да не влезет Влезет Да я пронес, так и и цей Держи Руки не влезет Угу Так Продолжаем Процесс Инокуляции пеньков Таким вот Таким вот Образом Помидоры Огурцы садят А я Грибы А мы пеньки А мы пеньки А мы садим пеньки У нее прекрасные помидоры У меня такие не рождаются У меня другие У меня умеет быть любой Я не умею помидоры Каждому свое И даем досьян Так Ну не лишним будет Сделать Вот Утрамбовать Это С целью того Чтобы Излишняя влага Мы видите Здесь все раскопали Вот это все дело И если пойдет После этого Какие-то осадки И дождь И снег То все окажется Под пеньком Очень такие Трудолюбивые Значит Грибоводы Которые Хочут как лучше А выходят как всегда Они еще ставят Сверху бутылки С водой Заливают Вот этот Мицелий Весь водой Там Прекрасно Он под пеньком Сгнивает Посмотрите Какая Влажная Вот эта земля Ее можно руками Сейчас копать Зачем Туда еще Какие-то бутылки Какие-то поливы Что вы хотите Этим добиться В результате Просто Ну понимаете Вот бумага Но это все Сгнивает Просто-напросто Мицелий Просто не успев Себе даже развиться Он Сгнивает Просто-напросто От этой Лишней влаги Которые Вот А пеньки Вы видите На одну треть Мы закапываем Где-то Третью Ну четвертую Не мерили Линейкой Все дело в том Что Вот сам Сама древесина Будет подтягивать Влажность Из грунта Вот И соответственно Создавать Прекрасные условия Вот Обратите внимание Самую большую ошибку Которую Делают Грибоводы При посадке Вот Посмотрите Порвали пакет Да? А теперь Посмотрите Обратите внимание На перчат Ясно Мы заработаем С землей Все грязное Потом После Того Когда Выкладывают Мицелий В ямку Начинают Шмулить Вот этими Еще перчатками Грязными Перебирать Каждое Зернице Вот этого Делать Не надо Надо Ну допустим Как есть Уже есть Вот разобрали Вот это все дело И Делаем Внесение Мицелия Вот видите Формально Чисто на Глаз Ох Грамм 300 Ну вот Где-то так Ну вот Где-то Вот так Вот И вот так Вот Отлично А вот этот Кулечек Мы себе Отставим В сторону До Остальных Движений Да И сейчас После этого Легким Движением Руки Давай я Легким Движением Руки Да Уже Займлю Займлю Завертай Оп О Все сделано Абсолютно Технически Правильно Можно сесть Сесть Кстати Вот для От Всем весом Уплотняем Уплотняем Вот это все дело Да Вот таким вот Образом Пенечки у нас Свежие Пару дней назад Так что Ничего Так Делаем еще раз Повторяем Это все Так вот О Отлично Мицелин Так Ничего не касались Ничего не заражали Вот Так Уплотняем Нужно Чтобы Мицелин Уплотнел Так И теперь Вот такое Давай О И смотри Что творим Что творим Вот Чтобы Земля Не касалась Вот этого Мицелия Но это было бы Вообще Отлично Отводит Предустаточно Все Вот И землю Из лунки Просто заворачиваю Вот это все Дело Вот таким Первый урожай Скорее всего Получается Из того Мицелия Который Заложен Под пенек Они Обычно Начинают Рядышком С бревном Расти Из земли Но Это еще Урожай Не из Древесины Из древесины Он Плявится Где-то